Саша, хорошо, и физической форме подошёл ты только, и лишнего веса нет, вот так, насколько я пытаюсь определить. Ну, очень, видимо, физическая форма хорошая. Он же вам же, на взгляд, так, лешки не столь атлетичек, конечно, как подет. Но в боксе это... Это абсолютно ничего не значит, абсолютно. Это наоборот, за поэту сейчас бронежилет. Да. За жиром ещё мышцы. Да. Давайте смотреть первый раунд, друзья. Давай. Спокойно, пока начался бой, так никто не спешит. Присматриваются. Они сейчас присматриваются друг к другу. Будут определять. Очень внимательные оба. Очень важно, насколько вот за это время, после последнего своего боя, и вот в этой подготовке, о которой мы уже столько говорили, насколько лучше стали работать многими повестками, мне кажется. Потому что иногда у него был такой минус, когда он чуть-чуть заставился после атаки. Но сейчас такого не наблюдается. Но сейчас такого не наблюдается. Боксёр, поэтому медленно идёт. Сейчас они разъедут. Саша никогда не начинает бой вот так с первого раунда. Он где-то ко второму, к третьему, четвёртому раунду начинает расходиться. С места в карьер никогда не берёт. Равжик использует двойные джебы. Видать, у него подсказали такую работу. Но они сейчас пристраиваются друг к другу. Пытаются найти слабые места. Да, да. Чёртвый молодец. Корлова сейчас уловича какова. Поветкин. Сейчас пытается Саша раскрыть его. Поветкин. Ищет подход, ищет дистанцию Поветкин. Парень, видно, Вовжик хорошо изучил Александра Поветкина. Держит руку правую четко у подбородка. Александр Поветкин четко работает левой боковой. И видно, что парень очень внимателен. Итак, второй раунд, друзья. Первый раунд особой пищи для анализов не дал пока. Так, боксеры присматривались друг к другу. Облинялись они такими джебами от кто-то другой. И все главные события ждём. Они впереди, должны скоро начаться. Побаивается, Анджей, побаивается. Пытается вторым номером работать. Ну, это, в общем-то, вполне оправданная тактика для него. Ну, да. А что делать? А что делать? Сейчас у него задача такая, только не пропустить удар от Александра Поветкина. Будет пытаться протянуть раунды. Да, более поздние раунды. Поздние раунды. Поздние раунды. Поздние раунды, да. Потому что... Надежда на то, что Александр устанет. Нет, ну, молодой физически, наверное, он неплохо готов. Он знает, что Александр Поветкин... Вот хорошо снизу, сейчас правый пытался удалить раунды. Да, Александр Поветкин всегда отличался хорошими апперкотами. Руки повыше. Руки выше. Хорошая комбинация. В туловище, в голову. Вот и правый. Молодец. Вот так. Вот так. Очень быстро Вавши скачил на ноги. Может быть даже зря он так быстро вскочил. Показать, что... Сейчас может закончиться бой. Да, времени еще полраунда только прошло. Парень видно, что восстановился Вавжик. Не-не-не-не-не. Ребята. А мне кажется, что он мог бы еще... Он будет сейчас его держать. Три-четыре секунды последний, чтобы немножко отмешаться. А он сразу вскочил, чтобы показать, что ничего. Снова попадает левым боковым по Веткин. И продолжает, продолжает бомбардировку. Продолжает теснить. Вот сейчас пропустил один на встречу. Но снова боковой доходит до цели. Молодец. Четкая работа. Не спешит. Видите, как парень защищается. Сейчас у него задача лишь бы не пропустить удар. Но по разу встречную он бросил, а не прошли. Они не сильные были, правда. Но, тем не менее. Александр Паветкин дал ему возможность пользоваться джебом. Он немного усыпил его бдительность. И контратаковал кроссом. Четко сработал. И сейчас правый боковой был очень хороший. Появилась первая кровь. Вот. Ну что ж, очень убедительно в этом раунде смотрится наш боксер. Первых трех минут ему показалось достаточно, видимо, чтобы разобраться. Ну что ж, великолепный второй раунд. Мы посмотрели в исполнении Александра Паветкина. В общем-то, чего мы ждали, то и получается, то мы и видим. И нам хочется большего. Не правда ли, Михаил? Конечно, обязательно. И мы на это больше надеемся. Да. Очень интересный бой. Очень интересный бой. Все, у него тактика изменилась, у Лавжика. Все, теперь он ушел в глубокую зашиту. Что немного усложняет работу Александра Паветкина. Да, он сейчас дилительная цель выживать. Да. Это немного становится неудобно. И у него сейчас только инстинкт самозащиты. Саше немного неудобно, а Анджею немного страшно. Страшно, но обратите внимание, он почти не отрывает перчаток от головы. Уже постоянно за блоком находится. А Саша задергал его. Конечно. Надо задергать. А еще надо больше надо. Но сейчас, мне кажется, вот смотрите, он постоянно поднимает руки, они наверху у Лавжика. Самое время. Можно продолжить в печень. В печень. Не сказать печень. Сейчас надо пытаться, да, работать в корпус, чтобы он немного раскрылся. Что он и демонстрирует. Лавжик следит за своей защитой. Вот, опять он. Опять. Да, в хорошей форме Поветкин. Действительно видно, да? Видно побои. Какая работа проделана. Садерушки повыше. Очень неприятно бывает, когда соперник не дает бою и постоянно убегает. Что это делает сейчас Лавжик? Вот, хорошо. Левый. Хорошо. Левый прямой. Лавжик следит. Еще один нокдаун. Рассел Мороб отсчитывает очередные секунды. Ну, мужественно продолжает бой Лавжик. Ему не хочется сдаваться, но ему все труднее и труднее с каждой секунды. Что он восстановился, из-за этого он не нападает сразу. Вот, оперфер. Вот, хорошо, хорошо. Все, по жесту, вы видите, что бой закончен. Ну что, красиво, убедительно. Даже сверхубедительно, я бы сказал. Хочется сказать, я думаю, польские болельщики меня поймут. Закончить, как бы, этот комментарий этого боя. Словами одной очень известной, некогда популярной группы, польской, Леди Пан. Сон Таций, кто не жарт, для которых есть Тейшвард, мне не жеро. Что в переводе означает, есть такие люди, для которых ты весишь меньше, чем ноль. Так что... Поздравляю. Александра и тех болельщиков с прекрасной, замечательной, по-моему, очень красивой победой. Да, все было сделано убедительно, красиво. По максимуму вы видели только что, как Сигал и Виталий Кличко приветствовали победу Александра Поветкина. Ну что ж, здорово. Младший Заверланд здесь же, в ринге. В общем-то, все получилось как нельзя лучше. Ну что ж, промежуточные бои и у Владимира, и у Виталия прошли. Они как-то такие, в общем-то, планировались, как промежуточные. И очень хочется надеяться. Лично я уже верю в это, что будет главный бой. Все дороги везут, как говорится, к одному. Супер-бою. Ну, у вас тоже все уже на подходе, Магомед. Я знаю ваши планы, так слежу за вами очень пристально. И этот год для вас тоже становится решительным и решающим во многом. Да, на самом деле сейчас у меня тоже такой этап, уже такая стадия, что я уже дошел до максимума, уже четвертый в рейтинге. И все сделаю для того, чтобы завладеть титулом. Там сейчас решается ситуация. Я знаю, да, по ВВБЦ. Боя Виталия Кличко и Демена Скировна. Ну а мы видим подлитую руту и пояс. Опять у Александра Полеткина. Поздравляем Сашу с этим боем. Домечательно, сверхубедительно, здорово. Еще много-много других эпитетов можно употреблять.